всем привет и снова здравствуйте блендер 281 ролик последыш давайте разберем риг именно лица погнали опять же вот у нас персонаж здесь уже нам понадобится тело глаза и переключиться надо вот тип затенения во вьюпорте уже вот 2 вот такая штукенция работать будем опять же с этим ригом продолжать его а потом уже рассмотрим другой вариант так переключаемся в режим редактирования и нам понадобится вот эта косточка любая можно эту можно ту и shift d так опять же забывая все включить именно screencast key end панель все теперь буквы опять слева и вот у нас есть косточка жмем shift d и копируем ее теперь нажимаем alt и очистить родителя и вот будем работать теперь с этой косточкой что нам нужно для рига именно лица нам понадобится вот эти части так вот эта часть потом именно нижняя века вот это дуга бровная губы нижняя губа ну можно еще акцент сделать на челюсти вот здесь вот поставить пару костей ну и нос здесь вот нос поставим можно центральную еще костю здесь вот поставить чтобы и вводить именно вверх-вниз пятак этот что еще тут можно сделать понадобится нам еще вот эта часть вот это здесь центральная кость здесь тоже косточки губные косточки словом нам нужен вот такой вот участок вот этот вот так вот и давайте над ним работать так кость у нас вот это есть уже мы ее отсоединили от всех костей теперь можно ее конечно немножко с она большая нам не нужно потом не сбиваться тут на лице жмем g и начнем наверно с первых костей это вот с верхней части вот эти вот дуги бровные семерку g немножко подставляем смотрим где она стоит вот правильно теперь жмем семерку на нампаде опять жмем shift d и ставим еще косточку одну вот сюда рядышком смотрим как они погружены вглубь вглубь чтобы не торчали сильно из мэша из модели выбираем шифтом теперь вот эту косточку единица на нампаде и жмем shift d копируем их и ставим вот сюда вот под низ теперь тут выводим их смотрим как они установились где-то в таком духе можно немножко их перекрутить выделяем теперь сбрасываем выделение одну косточку выбираем вот эту и нажимаем shift d и ставим вот сюда вот под низ где будет у нас брови вот в эту область g ставим вот так смотрим как она засела немножко g приподнимаем вот эту вот другую косточку тоже можно немножко g повыше ну и вот эту тоже косточку можно повыше так вот так выбираем эту кость и теперь shift d копируем shift d копируем вставляем опять же смотрим как они погружены именно в глаз если где-то что-то можно их немножко вот так вот вывести вперед выбираем еще вот эту косточку также можно делать брови shift d и вот сюда вот так их подсоединяем ну еще shift d вот так вот теперь единица на нампаде здесь вроде все сформировано можно еще shift d где-то вот сюда одну поставить но это уже будет нижняя часть а эту косточку можно выделить вот так и g немножко как-то поравномернее тут поставить одну даже можно shift d поставить вот сюда вот вот таким вот образом ну чтоб не соприкасалось с носом немножко r вот так вот вывести не тянуло чтоб соседний вот этот нос за собой g вот сюда чуть отведем можно немножко даже приподнять r или просто выделить голову так немножко вот так ее приподнять так косточки установлены нам нужна еще одна кость так жмем единица на нампаде shift d ставим эту косточку на нос g g вот так вот подгадываем вот таким вот образом теперь shift d ставим на губу только не посередине вот сюда вот ставим на губу смотрим g немножко вытягиваем вперед боком теперь вот так как то ее ставим и shift d вот так вот shift d подгоняем где-то g можно дальше увести какую-то косточку левой кнопкой мыши выбрать но чтобы именно она была погружена в меш в сетку вот так вот еще одну косточку shift d чтобы рот нормально закрывался где-то вот тут поставить выравниваем смотрим так это где-то еще вот в эту сторону все нормально теперь shift d и копируем вот сюда единицу на нампаде вот здесь должна на губе стоять эта косточка только не посередине опять же чтобы потом при зеркалке две кости не соединились и shift d жмем сюда теперь выводим g эту косточку вперед эту косточку тоже вот сюда вперед на губу вверх поднимаем со всех ракурсов словом смотрим тройка на нампаде ну вот все нормально вот эту косточку еще можно повыше поднять жмем shift d и отводим ее вот сюда и подсоединяем g вот к этой части так еще g сверху сверху вот так вот тройка на нампаде единица на нампаде смотрим вот так повыше ну и опять же shift d центральную кость вот сюда вот ставим на подбородок поворачиваем на тройку на нампаде на нампаде и жмем s увеличиваем ее вот таким образом и g g вводим вот так немножко r перекручиваем и опять же g вводим чтоб конец вот этот стоял на челюсти семерка на нампаде смотрим вроде она посередине так теперь выбираем тройку на нампаде и вся фишка в чем все вот сейчас я больше костей пока не буду делать разберемся с этими а там если вам уже нужно будет вы уже можете на любые части добавлять косточки по этому принципу вот эта кость которой привязаны глаза она у нас в принципе является центральной как головной костью это g она кто собирал рик по прошлым роликам это вот вот эта кость вот здесь она стоит здесь к ней шея подходит тут уже ключица пойдет ну пока разбираем голову вот такая штукенция что нам теперь нужно так снимаем выделение чтоб нам эта кость не мешала как то боком вот так вот все дело ставим выделяем через shift все вот эти косточки будет возможно если их много уже не удобно нужно будет еще подключать их какой-то кости чтоб кость впереди была и каждую кость так потом при изменении изменение мимики не надо было выделять так теперь выделяем нос выделяем губы все вот это все вот эти косточки кроме вот этой центральной выделяем выделяем косточки выделены теперь жмем ctrl и так пардон жмем теперь shift d сначала единица на нампаде shift d щелчок левой кнопкой мыши и жмем off и перетягиваем зеркально вот это дело все вот сюда вот таким вот образом так ctrl z ctrl z пардон нужно еще симметрию по иксу сделать вот теперь развернем и по иксу все вот так красиво отведем так что нам еще нужно сделать объединяем вот эти косточки именно верхние губы пока и челюсть вот эту не трогаем вот эти косточки нужно теперь все выделить вот так вот вот таким вот образом через shift вот таким образом вот так вот не зацепляем косточки глазные глаза уже подключены они нам не нужны они нам не нужны если вы делаете без глаз то вам придется сразу делать и глаза если у вас именно модель с глазами так теперь единица на нампаде здесь уже попроще выделяем вот так вот и вот у нас есть верхние вот эти все косточки они у нас отмечены вы видите все прикольно все все зашибись нужно их теперь связать вот с этой именно головной косточкой через shift нажимаем на головную косточку последнюю жмем control и и жмем сохранением взаимного расположения вот верхние мы связали что нам нужно теперь сделать стройка на нампаде снимаем выделение и выделяем сначала вот эти косточки нижние смотрим чтобы они все выделились вот именно вот этот рот вот так вот и через shift выбираем вот эту косточку и связываем сначала вот эти губы нижние с ней control и сохранением взаимного расположения ну отдельная кость вот эта вся вот эта часть нам не нужна поэтому нужно вот эту косточку связать опять же с головной когда будет анимация чтобы все кости вот эти глаза нос рот именно были стационарны следовали вот за этой косточкой за центральной головной control и сохранением взаимного расположения когда все кости мы вот так вот объединили так вот почему вот эта косточка которая глаза вот делает вводит туда сюда стоит вверх смотрит чтобы ее было с носа виднее потому что она если уйдет в нос вы ее просто потом можете потерять если у вас будет больше костей так идем теперь в объектный режим выбираем наш меш именно панду и выбираем через shift вот эти все косточки control и с автоматическими весами связываем which automatic widget или with automatic widget по-английски будет написано смотрите нажимайте так вот связка прошла теперь снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши и заходим выбираем все наши косточки и заходим в режим позы вот тут еще можно потом поназначать уже впоследствии доработать это все дело и в позе уже назначить control shift вот выбирать там слежение фиксация и так далее смотрим что у нас есть выбираем вот эти все косточки вот нижние челюсти и жмем так тройку на нам пади жмем вот панда открывает рот еще шире вы видите все нормально рот за ним ходит зубы за ним ходят все хорошо единственное что при анимации возможно нужно вот эти косточки вот эти вот множество косточек вывести вперед завязать на одну косточку вот где-то так если вам нужно губы как-то там чтобы изгибались это уже можно будет работать и каждой косточкой но выделять их лучше двигать возможно будет одной костью но это в будущем тоже рассмотрим так что у нас еще есть здесь у нас вот верхние вот эти косточки вот эти здесь губы и вот у нас челюсть у нас зубы связаны именно с моделью если бы зубы сейчас были отдельные у нас бы двигались только губы получается это g вы видите что вот так все губы можно было губы вот так выкручивать как-то там подтягивать вот таким вот образом ну панды в принципе движутся только вот эти части также можно выделять вот эту вот часть и g вести вот вот можно уже делать вот так вот так там опять же вот косточки для носа вот эта косточка и вот эта косточка мы можем ее g вот вы видите нос приподнимать перекручивать нос можно r вот ну а глаза а что глаза да вот эти брови вот эти вот единица на нампаде жмем g вот уже у панды удивление если мы выбираем вот эти косточки вот вы видите что возможно при анимации будет мешать вот это вот части нужно их будет потом изменить их внешний вид чтобы их находить и как-то удобнее это все дело работалось это уже дополнение ролики опять же поэтому есть наверное не буду уже вдаваться в подробности не обещаю возможно и сделаю еще дальнейший ролик изменю весь рик квадраты в кружочке словом изменю внешний вид костям так что еще тут единица на нампаде и немножко удивление g опа здравствуйте мы не ожидали так вот эту челюсть вот эту можно еще длить увести вот так вот в бок вот так все это дело происходит ну и теперь давайте объектный режим косточки немножко спрячем и посмотрим что получилось так поставим сетку вот вот как в мультфильме уже да здравствует ура когда он летит ему в челюсть засадили ну еще конечно можно изменить глаза сейчас глаза в кучу чтоб видно было вот так вот стал выглядеть панда ну и немножко конечно глаза заходим в режим позы находим нашу вот эту косточку торчащую которая отвечает за глаза так я сейчас опять изменю чтоб вы увидели хотя бы что я нажимаю тут сейчас с каждым разом будет все больше больше полосочек квадратиков так вот это вот кость которую мы ставили в прошлом ролике именно срежение вот этим ставили а этой ставили ограничения вот это она центральная и теперь вот что мы делаем единица на нампаде g и вот так глаза можно даже вниз увести вот и еще даже где-то в бок вы видите что глаза и немножко где они движутся виски движутся прикольно вот такая штукенция ну и опять уберу опять поставим сетку вот такой внешний вид вот такой стал панда все всем пока до свидания я